Всем доброго времени суток! Всем вам, ребята, привет! Хорошего настроения, супер-пупер вам настроения. Ой, сколько всего... Сколько всего вас интересного ожидает. Это первый матч, который мы смотрим прямо сейчас, стрим из игр. Я нахожусь в Германии. Ух, только что бежал по лестнице с подвала, считай, на второй этаж. Это было тяжело, но я успел прямо в притык к игре. У нас первый матч на сегодня Firecake против Лайзера. Напомню, что мы стримим из Германии, города Крейфилда. Вы на официальной трансляции русскоязычной ZergTV. Не дуть микрофон, я буду пытаться. Свой микрофон, ну, мой микрофон, ко мне приедет сегодня вечером. Поэтому придется как-то это дело потерпеть. Я не знаю, просто как поставить микрофон так, чтобы звук был, чтобы я в него не дул. Довольно сложно. Если музыка громкая, говорите. Это первый буквально матч. Мы многое протестировали до начала, но если надо что-то настроить, мы это оперативно поменяем, исправим, пофиксим. Первая игра довольно сильного, в общем-то, можно сказать, что фаворита определенно тройки призеров этого турнира. И Лайзер против Firecake, который в последнее время не особо прям вот как-то, не знаю. Ну, до сих пор он меня не радует. Временами вроде играет парень хорошо, вроде вот все у него есть. Но бывает такое, что... Сейчас потише сделаем. Бывает такое, что он, ну, как будто останавливается на каком-то определенном пороге. Вот. Ну, Firecake, я думаю, еще когда-нибудь заявит о себе. Может быть, конечно, он уже уперся в свой потолок скилла, и это его абсолютный максимум. На стриме сейчас супер-мега-шедевральное качество. Очень высокие настройки. От компании MIF, которая является спонсором этого турнира, предоставляются супер-крутые компы. По полторы, по две тысячи евро каждый. Это более стака рублей, как правило. Вот. Вас ожидает очень много чего, но пока, наверное, перейдем к играм. А уже буквально через пару каток я вам что-нибудь покажу. Но самое, конечно, интересное я буду показывать завтра-послезавтра. Когда к нам приедет хорошая камера, приедет мой помощник. Он же Чудило. И он будет мне во всем помогать и во многом упрощать мою жизнь. И, собственно, радовать вас контентом. Ну вот сейчас посмотрим, что добьются бейлинги от Элайзера. Скорость очень позднего Fire Cake. Бейлинги пока что попадают неплохо, кстати, в зерлингов. Ины не очень долго сдержат проход. Потому что их всего мало. Очень-очень их мало. Должно быть, по идее, четыре. Но, я так понимаю, Fire Cake... А, он вообще не разведывал. Посмотрите, у него информации никакой о противнике, о билде, об опенинге. Сколько там было дронов. Бывали там вообще хата. Он ничего не знал. Сам Fire Cake сыграл изначально в очень наглую нычку внизу. Которую защитить крайне сложно. Крайне. Про дотекание Элайзер не забывает. Бейлингов новых сейчас надо было завернуть. Хотя бы одного. Чистый для вида. Потому что, когда у Fire Cake появились свои три бейна. Если он сейчас перекопает плетку, пускай квинта у него и нету. Но если он спустится вниз всем этим добром, у него будут свои бейны. Он будет уже защищаться на рампе. Ему эту ситуацию, естественно, облегчит. Плетка стоит далеко от хаты. Ее можно грызть вот с этой стороны. Но для этого нужно еще справиться с бейлингами противника. То есть задача Fire Cake прежде всего выманивать оппонента на своих собак бейнов. Чтобы они подходили ближе к плетке. И только потом уже будет какая-то атака от Элайзера. Обменяемая. Происходить. То есть сначала надо размикрить заход на базу противника. На его, как сказать, Tower Defense. И вот пошел микробейнами. Ой, два бейна на четырех. Не совсем выгодно. ГГ пишет Элайзер. Посмотрите, как быстро выиграл Fire Cake. Потому что Элайзер провалил свой ауин. Он не смог дожать хату. И по какой-то причине он мог ее дожать. Именно догрызть. Продолжать заморфивать бейлингов. Он почему-то забывал в какой-то момент это делать. Я не думаю, что одна собака гораздо полезнее чистого бейна. Который может вообще убить полностью. Ну, так сказать, весь стэк лингов. 237 апоэм на 452. Нормальная разница. 452 апоэма. Очень серьезный Элайзер настроен. Успел разыграться. Я в деталях расскажу о системе проведения турнира. Мы перейдем и пообсуждаем групповую стадию. Систему распределения денег. Про ВЦС немножко поговорим. Все будет в лучшем виде. Уже совсем скоро. Всем чатикам здравствуйте, доброго времени, приятного просмотра. Твич, гудгейм и все остальное. Блайк, к сожалению, не смог получить то ли визу, то ли какая-то у него проблема с этой штукой была. Не помню, честно, истинную причину его отсутствия. Но на этом турнире только один СНГ-человек. Это я. Напомню, что я не так давно был на этом турнире. Это было в ноябре. Это было прекрасно. Но в этот раз Хоум Стори еще преобразился. И сделана небольшая работа над ошибками. И в частности, как раз я вот на этом настаивал перед своей второй поездкой. Перед вот этой. И Тейксон выполнил просто не то, что мое пожелание. Он сделал даже круче, чем я предлагал. Тейксон божественен. Я вам потом подробно всех расскажу, почему. Мы сделаем специально с Чудилой завтра, так как он сегодня приедет вечером. Мы завтра сделаем всякие разные обзоры, включения. В течение ближайших дней будут разные интервью с прогеймерами. Как у компьютера, у которого я сижу, так и не у компьютера. Вот. Мы сейчас ждем, когда зайдет Firecake. Что-то здесь все покидают игру. Непонятно. Ну-ка, ради прикола. Видимо, какая-то другая... А, другая игра создалась. Я понял. Я понял. Все, все вроде как здесь. Мы сейчас продолжаем. Единственное, только сейчас я вот захват посмотрю. Ой. По-моему, у меня захват немного съехал, ребята. Да, он имеет свойство съезжать. Если вдруг на стриме что-то надо исправить, какая-то картинка, может быть, мешает, или звук где-то не там, говорите, пожалуйста, сразу, чем быстрее я исправлю, тем быстрее, тем быстрее вам будет комфортней смотреть. Я надеюсь только на ваше понимание и максимальное качество стрима. На стриме сейчас очень высокие настройки, я еще раз повторюсь, качество картинки в самой игре, естественно, идеальное. На стриме оно будет таким же, если вы подпишетесь на премиум на Гудгейме за 2 спойна рубля в день. Это очень просто, и я вам буду безгранично благодарен. И вы мне потом тоже скажете спасибо, если вам понравится. А вам понравится. Поэтому пробуйте. Почему кривые игры по сетке? Стефано несколько запозднился на турнир, и его игра будет сыграна позже. Поэтому решили начать со второй катки, это Firecake против Elaser. Ну, пришлось так сделать. Куда-то Степка делался. Все здесь уже, я уже всем пожал руку, меня многие даже узнали, уже когда европейцы тебя начали запоминать. Это очень круто. Режим совместимости DPS, если нет, попробуй в перерыве. Режим ОБС, совместимости. Ну, если миссия, сейчас уже пробовать, я думаю, бессмысленно. Ссылку у бота на сетку поменять. Товарищи модераторы, я реквестую вашу поддержку. Очень надеюсь на ваше понимание, чтобы вы мне помогали. Захват съехал, звук пропал. Нормальный захват, что ты придумаешь? Все нормально. Я слежу. У меня два монитора, слава богу, здесь выделяют, как правило. Вот уровень организации этого турнира выше, чем любой ВЦС, любой Дримхак. Здесь все настолько по-домашнему, настолько все круто. Камеру включить. Я буду включать периодически камеру. Специально для предыдущего Дримхака, который я стримил, покупалась новая вебка за 9К рублей. HD, профессиональная, хорошая, очень качественная веб-камера. О, GTH 920, по-моему. Вот она, очень крутая. Я вам рекомендую именно ее, если хотите графона. Ну, вы сами увидите, насколько круто она все передает. Нету вайзера в сетке. Все есть, все будет. Сейчас, когда мы вернемся после этой игры к турнирной таблице, все пообсуждаем и все увидите. Если уж они играют, то 100% они есть. Просто, видимо, изменения внесли. Не сразу. Уровень выше, потому что ты там. Нет, потому что организация турнира очень на крутом уровне. Она на очень крутом. Только что ходил на стрим Камилю, поздоровался с его подписчиками, зрителями. Уговаривает он меня все выпить. Водки. Ну, посмотрим. Лайзер, Fire Cake. Ну, ЗВЗ, конечно, не самый радужный матчап, так сказать. Однако, выиграть в первой карте это очень важно. Ой, какое решение Fire Cake принимает. Вы посмотрите на этот просто сумасшедший билд. Просто сумасшедший. Три хаты без газа в ЗВЗ на карте, на которой есть возможность разбить камни. Очень редко, кстати, кто-то, почему-то замечал, пользуется этой офигенной фишкой. Ты просто заваливаешь камни противнику, потом себе, и имеешь... Как минимум, там, минуту-полторы бесплатного времени, чтобы делать все, что угодно. Единственная атака может быть по тебе только через воздух. Я не очень понял, зачем Fire Cake разбил камни до конца. Он мог бы оставить там всего лишь один хп. Лингов, получается, ему придется отдать. Он собирается ими размениваться. Но при этом Элайзер знает то, что сейчас Fire Cake бежит к нему лингами. Естественно, третьих аты здесь нет. А на что Fire Cake надеялся? Увидеть зеркальный билд? Нет уж. Зерги вместе, очень редко, принимают решение о подобном. А, Димин. Нет, конечно, на это нет времени. А по поводу звука, ребят, нормально? Громкость звуковых эффектов каких-то... Допустим, вот там, кто сейчас где-то кого-то грызет. Звук музыки. Ну, сейчас почему-то музыка тихая. Говорите сразу мне, что надо подкрутить. Чтоб потом не было косяков. Скорость отменил Элайзер. Не стал, точнее, делать. Пытается посопротивляться с эппонентом, чтобы тот не разбил ему камни. В итоге они оба их грызут. Какое-то дело принципа, видимо, кто именно их разобьет. Хотя это, по сути, ни на что не влияет. Они могут это сделать вместе. И остаться по разные стороны завалов. Странно, что звука не было вообще. Видео анонс патча для ладера. Да, ждем патч. Это все, что я могу сказать. У меня громкость, как обычно, но у тебя тише слышно. Микрофон другой, ребят. Микрофон. Микрофон не мой. Точнее, мой, но... Не тот, с которым я обычно стримлю. Так, газ уже начал добывать. Firecake всего лишь один. Очень поздно. Там уже делается шпиль у Firecake. Сейчас исключительно только минеральная экономика, которая нифига не сильнее противника. Я не очень понимаю, как можно иметь одинаковое количество дронов. Видимо, какой-то билд. Ну, на инкаме это отражается, но пользы от этого немного. То есть гораздо лучше получать меньше, но и много газа и минералов, чем тупо много минералов, а газа у тебя в итоге вообще ноль. Посмотрите, вот какой инкам по газу сейчас между игроками. Разница почти в 500. 500 газа в минуту. Это 5 муталисков в минуту, как минимум. Или очень-очень много ровочей. На ГГ качество получше. Да, Good Game это плееры, на которые я, так сказать, стримлю директом напрямую, а потом уже на все остальные сервисы, где идет ретрансляция с потерей и сжатием качества. Вот зачем Firecake сам себе грызет камни на третьей нычке, я реально не понимаю. Он же просто открывает, грубо говоря, противнику проход, если сейчас могут быть какие-то забегания. Он же видит, что здесь камней нету, а вот про эти камни он только сейчас, смотрите, проверяет. Видите, Овер лезет как раз проверять камни, но он видит то, что они не грызутся. Видимо, это делается умышленно. Аверсир тем временем увидел только наличие трех хат и уровень раскачки третий. Он видел, сколько там дронов. Так, здесь лейер готов, делается скорость врачам, но мута уже заказана. И самое интересное, что Firecake понятия не имеет об этом. Только сейчас летит Аверсир, очень поздний. Можно было бы завернуть Аверсир из какого-нибудь Овера поближе. Ну, например, вот из этого. Я не очень понимаю, в чем особенность. Но как-то косячно этот парень из Франции играет. Мута уже полетела, она начинает убивать Оверлордов. Муту, естественно, есть смысл разделять по разным Оверам, чтобы делать это быстрее. Чем летать одним косяком за каждым Овером. Спорок до сих пор я не наблюдаю. Нет, пошли все-таки четыре Спорки. Раз, два, три, четыре. Здесь ни одной. Ну, я говорил часто про эту нычку, что она довольно сама по себе сейфовая. Здесь Спорки, Туретки, Фатонки вообще никогда никто не ставит. Мута начинает уже наводить панику. Оверы начинают потихоньку умирать, пока их погибло не шибко много. Но, самое главное, что сейчас, если доживет Фаеркейк с минимальными потерями до Гидры, и вся его цель вообще, как бы его билда... Четвертая хата? Да ладно, куда ж так быстро-то? Ему сейчас минералы нужны, чтобы Гидролейсков заказать огромную пачку. Но у него, видите, вот сейчас вот минералов мало, а газа много. И вот пошли первые три Гидрола. И личинок нету, что самое печальное. Наверное, мне кажется, он поспешил. Раучи пока что ему не нужны. От них толку никакого. Они будут лишь собак на себя принимать, чтобы Гидра быстро не отдалась. Посмотрим, что из этого выйдет. Мута могла бы сейчас попробовать убить Хату, кстати, как вариант. Она продолжает убивать оверов. У нас уже 800 потерь. Здесь тоже минус оверов. Итого 900 потерь. Есть смысл эту Хату убить, чтобы не дать противнику выйти в нее раньше себя. Потому что у Лайзера она еще только строится. Люркер Дэна-то Лайзера. Интересное решение. То есть после мута он собирается переходить в контру ко всей вот этой гапше, которая может к нему прийти. Ну, в принципе, да, Файркейк может плюнуть на все. Взять с собой Квин, Гидралов, Раучи, какой-нибудь Нидус. А вот это очень важный момент. Лайзер сейчас не видит инфистарню, но может на это обратить внимание, если как-то муты будут здесь пролетать. За минералами. Конечно, опасно. Тебя могут там перехватить. Ну, спорки всякие, гидролиски. Он может отсюда еще живым и не улететь. Ну, увидим, что сейчас будет. Гидролисков тем временем 14 штук. Это, в общем-то, достаточно. И уже 18 гидролисков. Все, количество сравнялось с мутой, значит, мута становится неактуальна. Грейт на атаку ей был зря. Он, по факту, зря. Потому что гидра с грейдом гораздо, гораздо мощнее. Там сейчас еще и микозы появятся в придачу. И вот на месте лайзера, наверное, стоит уже забыть про муталей. Давно забыть о них стоит. Потому что уже муты... Ну, как сказать, окупилось? 2000 стоит только по минералам муталейски. Это все были минеральные потели. И лейзеру этой муты надо как-то еще в идеале окупить 2000 газа. Потраченные на муту. 2000 газа это... Ну, 2600 сейчас стоимость зерга по газу стоит. Это в два раза больше, чем армия газовая фаеркейка самого. Вот газилку получилось отжать. Дронов, кстати, он вообще практически не убил мутой. Ну, не скажу, что мута контролилась плохо, но отнюдь у фаеркейка лимит сейчас увеличивается и увеличивается. Он свою хату восстанавливает. Спорку он сразу там не поставил. Тут уже пачка рачей как раз готовится. Белые гидралы. Красивые. Очень красивые. Что-то какой-то фпс у меня маленький. Видимо, я что-то переборщил с настройками качества видео. Видимо, переборщил. Вообще, все очень красиво. Даже спорка помогла убить овера. Что ж такое? Так, мута здесь. Здесь зачем-то полетел оверсир. Не знаю, что он там пытается увидеть. Ну вот, ну где спорки-то? Миколас. Хороший миколас. И вот еще бы один кинуть было бы замечательно. А лучше четыре. Чтобы мута отсюда живой не ушла. В итоге инфесторы стояли не при делах. Хотя энергия у них была. Здесь паника собакой без скорости. Здесь забегание роучей. И тут муталейски отхватывают еще один замечательный микоз. Отхватывают. Но мута жива. Она не умирает от трех микозов. Она лишь дамажится. Здесь люркеры. Невыгодно спускаться в фаеркейку вниз. Вообще невыгодно. Он видит вообще, что там люркеры? Да, когда у тебя на мейне мута бьет тебя еще его, противник к тебе заходит. Фаеркейка просто размен в минус пять тысяч шесть ресурсов. Из них две, напомню, были харассы. Получается, он потратил деньги на инфесторов, вышел в инфесторов, сделал микоз. Кинул микозы в муту, но мута в итоге так и не сдохла. Хотя вообще дело было даже не в ней. Дело в том, что по общему боевому наземному лимиту фаеркейк вот здесь проиграл. Плюс ему перед этой основной атакой, которую сделал Элайзер, он еще и экономику сбрил фаеркейку. И в итоге у него вообще ничего не осталось. Я, Семи, ты поддержал наш канал на сумму пятьсот рублей. Спасибо за стрим, Саша. Боже, какой секси голос. Спасибо, Йосемите. Я с вами буду стримить весь этот турнир на протяжении четырех дней, с утра до вечера. Но в завтрашний день, не все могут смотреть завтрашний день, в завтрашний день я буду стримить не с утра прям до вечера, я буду частенько уходить. Мы будем завтра заниматься по большей части видеосъемкой и фотосъемкой. Поэтому прошу меня понять. Стрим будет сам по себе, возможно я буду рестримы часто включать. Но я поехал сюда как комментатор, фотограф, репортер, интервьюер и еще и стример вдобавок. Ну и вообще приехал, посмотрел очередной раз этот турнир. Мы вдвоем с Чудилой, конечно, сможем что-то сделать, но я не смогу стримить постоянно. Завтра второй игровой день, первая групповая стадия. В принципе игры не супер важные, ну они важные, но не настолько прям. А в выходные уже будет стадия плей-офф, а вторая групповая стадия, там все серьезно. В выходные я буду стримить по максимуму. Ну сегодня, так как Чудилы нет, я тоже буду стримить по максимуму. Послезавтра какой график стрима. Расписание вы можете найти в таблице, которая есть в чате у бота. Ее же поменяли, я надеюсь. И по возможности чатик, вот те, кто будут смотреть эти все стримы в ближайшие дни, мне будет просто очень удобно, если вы будете помогать отвечать на вопросы других пользователей. Потому что вот я стримлю, допустим, игру, а Эшбрингер спрашивает, Зер, как тебе тейк? Или, допустим, почему ты стримишь без вебки? Ну, мне тяжело на эти вопросы отвечать во время игры. 24 на 7 в чат я смотреть не могу физически. Сейчас попробую альтабнуться. Альтабнуться, альтабнуться. Ну, быстренько так сетку глянем. Давайте, наверное, два слова я расскажу буквально за минуту о системе проведения. На турнир отбирают игроков путем инвайтов и открытых квалификаций, которые наши СНГ-игроки, к сожалению, провалили в очередной раз, как и сборная России по футболу. Первый матч должен был быть снут против Стёпы, но сейчас вот играет группа Б. Она, по идее, должна была начать играть в 7 вечера по местному времени. С Европой я разница сейчас в Москве 1 час. То есть в Москве, допустим, 3, в Европе центральной 2. Так, Элайзер против Файеркейка. Они решили вот этот матч сделать первым. Мы смотрим вот эти 4 группы по очереди. Практически все игры. С обеда до вечера. Почему музыки нет совсем? Турнир, в общем-то, для всех известный. Он идет уже 5 лет. На этом турнире когда-то Вайтера был победителем в одном из первых. Хоместой это было давно-давно-давно. В 2011-2010 году. Призовой фонд стандартный. 20 тысяч долларов, по-моему, да? Да, 20 тысяч долларов. 10 тысяч уходит победителю, чтобы срубить кушу. Все известные комментаторы на турнир уже приехали. Сейнконтрол, Ортердам, Нафанес, тот со всеми уже пообщался, как смог. И, ну, список игроков я потом вам оглашу. Немножко пообмениваемся прогнозами. Но не забывайте. Не забывайте и не забывайте делать ставочки. Вы можете на этих играх зарабатывать денежки, как виртуальные, так и реальные. И можете конвертировать из виртуальных в реальные. Ставки все здесь доступны. Убираете хомстори и спокойно ставите на каждого из игроков. Ну что, продолжим. Вебка периодически будет включаться вот в таком формате. Но об этом, как говорится, чуть позже. Где Апола? Апола на такие турниры никогда не приезжает. Он комментатор, так сказать, максимального уровня. В основном он комментит всегда только ВЦС и ЕМ. А это обычный домашний турнир. Главная особенность этого турнира, что здесь все дома у Тейксона ходят не в обуви, а в носках. То есть все при входе снимают обувь. Ну, советую вам, конечно, посмотреть обзор предыдущей самого хомстори. Я запишу новый с некоторыми изменениями, он будет покороче. Но еще на стриме покажу старый, чтобы вы поняли, насколько здесь офигенски. Офигенски. Если, кстати, кто-то из вас вдруг меня слышит из Германии, из Крейфилда, из Сильдорфа, приезжайте, пообщаемся, увидимся. Может быть, даже чем-то поможете. В общем, будет клево. А вам желаю хорошего просмотра и настроения. Потому что игры будут длинные. Тебя в списке нету. В каком? В каком у меня списке нету? Я везде есть. В списке игроков? Ну, наверное, потому что я комментатор. Только цынканал. Где музыка-то? Она вообще есть? Так. Вроде нормально. Там список только зарубежных стримеров. Внизу, по-моему, в таблице должен быть ссылка на меня. Ну и на Team Liquid. Блин, ну FireCake'а жизнь вообще ничему не учит. Он, конечно, вместо того, чтобы сейчас, скажем так, понадежнее сыграть... Вообще, эта хата может использоваться для двух целей. Первая. Халява, дронинг и развитие. Опять потешим вот туда. Громко. Понял. Здесь просто не совсем идеально... ...легко понять, какая именно... ...какую громкость звуков с компьютера. То есть я их слышу нормально, а для вас это громко. Поэтому громкость звука убавлена на 70%. Голос мужественный. А до этого что, он был не мужественный? А за-за. Я бы обиделся. А, ну так я фразу не договорил. Эта хата может использоваться как в случае удачной контратаки для личинок, так и для дронинга и макроразвития. Хм. Байлинг Несс заранее в стенку. С другой стороны, кстати, ловеров сюда тоже не сразу вешают. Хотя стоит, наверное, об этом тоже подумать. Ведь можно самому разбить камни и вот внезапно сделать какое-то забегание. Ну, это такая редкость уже. Лайзер обороняется лингами. Байлингами. Сейчас он видел количество лингов на базе противника. Хороший ловер, который висит и палит проход. Фаеркейк об этом не знает и не контролит этот момент. Было бы здорово подвести своего и прогнать этого. Хотя этот куда-то полетел. Причем полетел, судя по всему, палиться. Тридцать три дрона. Ох, как задронился сейчас поляк. Ох, задронился. Ох, сейчас его та-та-та. А-та-та. А-за-за. Два бейна. Четыре бейна. Две квины рядом. Кстати, этот тоже упрощает немного общую защиту. Все. Пять бейлингов. Я думаю, этого достаточно. Главное, чтобы вот здесь висел какой-нибудь хороший ловер, который показывал бы, что фаеркейк продолжает агрессию, а не остановился только вот на этом заказе. Это очень важно. Расстановка ловеров за ВЗ самое важное, что только может быть. Ну и, конечно, при выборе билда это играет немаловажную роль. Так, что под роном? 40 на 40. Нет, не стал агрессивно фаеркейк давить. Просто подзаказался. Они вообще находятся на абсолютно одном уровне. Разница в лингах практически минимальна. Единственный, конечно, большой плюс, огромный. То, что в развитии в лейер фаеркейк вообще не спешит. Эволюшн он, конечно, поставил. Грейт бы сейчас он уже мог заказать на атаку после... Да, он заказывает атаку лингом вместо гидрой рачей. После первой брони. А, он и броню заказал. У него два эволюшна. Блин, тут стиль, конечно, опасный. То есть сам по себе стиль через ранние грейды... Ну, как крайние уже. Шестая минута, не такие уж они и ранние. Но проседать на полторы минуты по развитию технологии... То есть грейт на скорость врачам, на муту и так далее... Мне кажется, это очень опасно. Ну, в принципе, в завозе. Грубо говоря, ты вкладываешься в лингов, потом в какой-то момент оппонент подкапливается внезапно. Роучами, например, вот так вот, сочненько. И приходит к тебе огромной пачкой. И ты к этому, естественно, можешь быть не готов. А вот сейчас, кстати, был очень важный момент. Только что Элойзер забежал лингом и увидел на мейне, что нет лейра. Бейны. Линги пока что не умирают. Точнее, пока что умирают от одного бейлинга. После грейта на броню у них появится, скажем так, дополнительный шанс проявить себя. Вот сейчас мы увидим, насколько этот шанс реализует товарищ. Ой, бейлинги, бейлинги, бейлинги! Ой, 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 вот это вот момент. Столько бейнов отдал в никуда фаеркейк. Не обратил внимания, здесь был серьезный замес. Появляются роучи. И вот роучи, кстати, сейчас уже буквально через 30 секунд станут мало того, что со скоростью, так еще и с грейдом на атаку. И чего ты будешь делать своими лингами, дружище? А? Чего ты будешь делать? 22 собаки, роучи варен в заказе. Ни лайера, ничего нету. Я очень реально не понимаю вот этого стиля. Не только потому, что он сейчас не работает в этой игре конкретно. Уже седьмая минута игры. Неужели вот фаеркейк реально думал, что элайзер будет настолько жестко халявить, что... Фаеркейк, может быть, выиграть вообще хотел этими лингами с бейнами. Но как минимум он слишком мало противника напрягал до этого момента. Здесь три квини. Роучи уже как раз выдвигаются в центрах. Их уже порядка 26, да. Затащит коготь. Ой, да прекрати. Да ладно. Ну там 7 и слингов. 25 роучей. Да не. Не-не-не-не-не. Не затащит. Спорим напрям? Вот. Атака у роучи обычная 16. С грейдом на атаку 18. По 2 единицы он прибавляет. Соответственно здесь грейд на броню. Артур Зерк, здравствуйте. Появляются роучи. Не все они, кстати, ни единой пачкой пришли. В общей сложности у элайзера 34 роучи. Ну чего ж он не подождал-то? Он по частям начал драться. Это же неправильно. Ну ошибается поляк определенно. У фаеркейка свои роучи выходят. Линги все отдались. В общем-то их было 70, стало 0. В общей сложности у поляка осталось 28 рачей. Приходят от него дотекания. А вот дотекание фаеркейка просто не справляется с противником. И мало того, что он деньги еще все потратить, к сожалению, не успевает. На эту бабу можно было немало рачей сделать. Ну и разница по грейдам. В общем-то никакая. Здесь численный перевес определенный. То есть фаеркейк не успел банально скопить. Ничего не добился своей атакой с лингами бэйнами. И вообще вот этим билдом через ранние грейды. Элайзер просто пришел со скоростью. И, кстати, самое главное. Наличие скорости у элайзера и отсутствие у фаеркейка это очень важный момент. Пускай даже и на слизи дерется фаеркейк на своей территории. Все равно это решает. ГГ. Ну, все четко. Я у меня как раз Эмиль на своем стриме спрашивал. Типа, кто выиграет? Я смело сказал прям элайзер. Ну, элайзер сейчас на очень серьезном уровне. Так сказать, не замена нерчу, а... Если бы не было бы нерчу, был бы элайзер. Ну, в общем, вебочка. Привет, ребята. Хорошего вам настроения. Нужно только вот бегущую строку убрать и поменять ее на что-то попроще. Сейчас. Германия в хоумсторе к... Нет, номер 13. Да. Зерк ТВ. Вот. Ну, вроде как-то... Как-то так. Отдельная комната. Да. У меня все отдельное. Нет, я не в отеле, я на месте проведения турнира. Я просто говорить не хочу, где я сижу конкретно. Я хочу вам это показать. Вам это очень понравится. Безумно понравится. Здесь есть много кресел, на которых можно отдыхать, сидеть. И именно вот на этом кресле, прямо рядом со мной, у меня кресло HyperX. Я выбрал себе самое модное. Здесь будут сидеть прогеймеры и давать нам интервью. Сгущенку продают. Не знаю, это точно не ко мне. Яркость чуток снизить. Ты можешь снизить яркость монитора. Но здесь просто очень... Очень крутая комната в плане освещения в целом. И здесь... Просто тупо светло. Да, Миса. Да. Именно так. Сколько примерно может стоить подушка с автографом? Ну, сама подушка 20 евро. Ну, рассчитывай хотя бы от 30. Потому что я увезти не смогу больше 4 штук. Кстати, еще один момент. Напомню. Есть у Тейксона магазин, где продаются подушки, штаны, балахоны и так далее. Вы можете это дело у меня заказать. Лично. Но для этого нужно написать ко мне в скайп. Мой скайп есть под стримом. Мой скайп Зерк ТВ. Если что. Есть Эмпайр Зерк, есть Зерк ТВ. Я Зерк ТВ. Поэтому пишите туда. В прошлый раз подушка 10 евро стоила. Доллар. Из-за ситуации в мире цены растут. В России такую продают. Это обычная вода. Какое твое отношение к лайфу? Ну, а какое может быть отношение к лайфу? Такое же, как у всех. Так. Нам надо понять, какую... А. Уи-и-и. Забыл прыгнуть в игру. О. Все. Готово. Меня подождали. Спасибо. Спасибо. Был бы это в Китае, я бы у тебя заказывал. Я могу приехать домой и с почты отправить, в принципе, в любую точку СНГ. Куда тебе деньги переводить за покупки? Туда же, куда и... Ребят, пишите в скайп. Вот если у вас есть заказ, если вы что-то хотите, прям очень пишите, без этого не можете, пишите в скайп. Где я с вами индивидуально пообщаюсь с каждым в отдельном окошке, где все будет красиво. Пишите в скайп. Да. Именно туда. Скайп мой есть под трансляцией. Так. И захват. Поехали. Какой счет-то я уже сбился? Два. Нет. Один. Так. Первый Dusk Towers. У нас же две карты было, правильно? Я же ничего не путаю. Король Седжон. Dusk Towers. И... Все. Какое у всех отношение к лайфу? Ну, блин. Чувак. Зарабатывал деньги на подставных матчах. Какое отношение к этому может быть? Вот какое отношение к револьверу, который ставил не на себя? И проигрывал. Ну, такое же и к лайфу. Я думаю, сборная России каждый, там, каждый человек поставил, наверное, не на себя. 2-1 больше. Так, стоп. Как это 2-1? Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Секунду. Дайте-ка мне прозреть на момент. Брекет сингл. Бест оф 5 в групповой стадии? Шикарно! Это минимум 3, максимум 5 игр на каждый матч. 4 групповых стадии. Ой, ой. 4 группы сегодня и завтра. И в каждой по 20 матчей. Ну, в каждой по 5 матчей. 20 игр. Бест оф 5 мы сегодня смотрим. Господи, 20. 20 бест оф 5. По очереди. Не пропуская практически ничего. Ну, какие-то там игры будут накладываться друг на друга, но мы уже ближе к второй половине дня, ну, точнее, ближе к вечеру, сможем уже выбирать что-то поинтереснее. Да. БО5. БО5, представляете? Это же мало. Ну, для сегодняшнего дня 20 игр. Завтра 20 игр. ПОСЛЕЗАВТРА 20 игр. И потом сетка плей-оффа в воскресенье. Ссылка на магазин. А, магазин Тейксона. Вот так вот в гугле вбивайте. Шоп Тейк ТВ. Первая ссылка будет на его магазин. Напомню, что мой скайп пишется вот так вот. На всякий случай. Без точки в конце. Есть скайп с точкой, есть без. Вот мой без. Я там Зерк ТВ. Поэтому не ошибитесь, пожалуйста. Заранее извините перед теми, что я не смогу у всех принять заказы, если они будут. Если ты переведешь денег и точно мне напишешь скайп, я тебе, естественно, публично обещаю, что ты точно получишь обещанную. Давай группу G там мерчу. Ну, там не все игры идут одновременно. Они идут по очереди. Просто потом они начнут пересекаться. Ох, какой ранний грейд у элайзера на атаку. Шик. Вот это более адекватное, мне кажется, решение от элайзера. Во-первых, грейд у него супер ранний, сразу после скорости лингом. Сверх быстрый грейд. Можно, конечно, было и грейд самый первый заказать. Но это очень рискованно, потому что тебя могли бы пробить до этого грейда. Эшбрингер, ты особенный? Я тебе говорю, пиши в скайп. Почему тут люди не слушают? Я говорю, пиши в скайп. Он спрашивает, сколько будет подушка стоить. Вообще никакой подушки не будет тебе. Ой-ой-ой, линг-линг-линг-линг-линг-линг! Он сейчас мог бы забежать посмотри... Лоу! Почему не забежать бейлингом наверх и не посмотреть? Нет ли там эволюшенов? Типа вот таких, как у элайзера. Если сейчас у элайзера примет решение, допустим, сам идти в атаку, ну, к примеру... Хотя, конечно, ему это невыгодно, потому что у него были линг-несс позже, а у него грейд ранний. Ему сейчас надо защититься, дождаться этого апгрейда. Но если вдруг он захочет противника поджимать, он может напороться на какие-то тоже ранние грейды. Вдруг там грейд на броню быстрый делается? Ну, чисто для примера. Или тоже на атаку. Так что, по лингам, 12 на 14. Спокойненький замес, и приходит дотекание элайзера, естественно, начинает сражаться. Что логично абсолютно. Третья база пока ни у кого не работает. И вот сейчас будет как раз огромная разница в тайминге. Аж 60 секунд будет у элайзера для того, чтобы нанести противнику гораздо больше вреда. Ведь этот грейд на атаку очень сильно влияет. В церкальных матчапах это очень существенную разницу вносит в... Ну, в ДПС юнитов в целом. Особенно, если это какие-то линги, марики. Ну, что-то быстро бьющее. Что-то с высоким ДПСом. А у собак ДПС... Вах-вах-вах. Бейлинги. Грейд на броню, конечно, мне чуть больше нравится. Он как-то посимпатичней будет, потому что линги не умирают с одного выстрела Бейна. Но здесь решает исключительно микроконтроль. Немножко солнце отсвечивает. Надо как-то прикрыть это дело. Прикрыть лавочку. Бэм. Ну, микрим. Мало Бейнов у фаеркейка. И газа у него мало. Ой, как мало. Так, заканчивается период халявы. 30 секунд еще есть у Лайзера, чтобы пробить оппонента максимальным образом. Бейлинги тоже больше сплэш наносит. Я напомню. Ой-ой-ой-ой. Вот этот Бейн сейчас чуть вообще не положил. Конец фаеркейку. И, скорее всего, это будет конец. Да. Вот она тайминговая атака с грейдом. На колготь. На Бейнов, на лингов. Но, честно скажу, Бейлинги не идеально вошли. Хотя и дроны, как видите, не особо погибли. Что-то очень странно. Я думал, что сейчас Бейлинги вот сюда вот во все стороны разбегутся. И начнут просто унижать и лингов, и рабов. Но, в итоге, до экономики Лайзер так и не добрался. Где-то был косяк, видимо, с микробейн. Очень грамотно сейчас от вот этого Бейна. И Лайзер отвел именно вниз. Вправо и вниз, чтобы линги не убежали от фаеркейка. Супо на правую кнопку. Очень важно еще не просто куда атаковать, а куда юнитов отводить. Особенно, если речь идет о лингах против Бейнов. То есть можно было просто кликнуть вправо, а можно было вниз сначала их вот так вот отвести. Это все очень решает. Какие постоянные замесы. Давайте с АПМ глянем. 800 АПМ у Лайзера. Он показал 30 лингов. Ну, АПМ сейчас очень странным образом просчитывается после одного из последних патчей, которые к АПМу относятся. И если вы видите цифру 700, не удивляйтесь, это абсолютно нормально. На самом деле, по старым меркам у этого игрока до сих пор АПМ 200. Ну, пятихатку прибавили, чтобы все думали, что они скиловые. Вот видите, 900, 1700. По сути, в игре-то ничего не происходит. Давайте от фаеркейка глянем, от первого лица. Что он вообще видит в этой игре? Увидел бейна, в котором урхится. Одному бейлингу... А, двум бейлингам все-таки дал достроиться. Вот эти вот таракани и бега будут еще очень долго происходить. Очень контактный стиль оба игрока выбрали для этой игры. По какой-то причине. Никто не пытается... И не позволяет друг другу выходить спокойно в развитие. Это очень-очень-очень сложно. Малейшая ошибка от любого, и все. Ой-ой-ой-ой, я ее видел! Фаеркейк среагировал, молодец! Бейлингов очень грамотный, лазер сейчас подвел. Желтый цвет надо, кстати, убрать. А то его плохо видно из-за желтых полосок. Так. Ну-ка. Сейчас это птичьего полета посмотрим. Два бейна, фаеркейк. Такой, конечно, вот, ну... Скажем так, если абстрагироваться от того, что это идет турнир, то такая дичь на экране происходит. И уже 8 минут это не прекращается. Грейт на броню сейчас застроится очень важный у фаеркейка. Он все-таки нашел каким-то образом время заказать этот важный грейт. Буквально через 14 секунд все его бейлинги и линги, а особенно линги, будут гораздо более выживаемые. А, нет, там же грейт на атаку. Ну, в любом случае, это даст возможности умирать меньше, если, конечно, он прямо сейчас не отъедет. В период этого апгрейда, который сейчас вот доделался, фаеркейк немного в минус разменялся по боевому лимиту. Его сейчас минус 20 собак. Перевод дронов. А дронов-то сейчас зачем сюда переводить? Здесь линги бегают вовсю. Куда ты их переводишь-то, Карл? Тебе это экономику не увеличит, поверь мне. Двиквины фаеркейка, конечно, помогают. Но сейчас вот дроны умрут, и это будет, возможно, конец. Давайте оттелайзер глянем. ГГ. Вот фаеркейк буквально за секунд 20 до появления важного апгрейда, в котором он потратил денег, его именно в этот период пробили. Вот первые 100 секунд апгрейда было все более-менее нормально, но вот ближе к концу этого грейда, вот его стало все меньше, 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 меньше. Ну, это исключительно его особенность, его вина и его ошибка. Потому что с бейлингами микрить в таком... Ну, с такой интенсивностью, так много, так быстро, так часто, конечно, прогеймер должен уметь, но... Жесть! 450 средний апм. Такое ощущение, что Близу его еще раз изменили и подняли. Выложены записи с моими комментариями? Да. Комментаторы всегда все свои записи выкладывают на свой YouTube-канал. Если вы что-то пропустите, вы это увидите на YouTube. Так, где мой профайл? Профайл надо обновить. Так, 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 так. Сетку на Team Liquid даже здесь еще не обновили. Учитывая, что поменяли, скажем так, расписание немного в последний момент, непонятно, кто будет в следующем играть. Да, я под конец дня буду заливать видео на YouTube. И потом с утра мы будем его редактировать. Масса или Дрога? Я просто напомню, что у меня еще ремонт за последний месяц шел. Я очень мало стримил StarCraft турниры. Сейчас, конечно, тяжело так, когда не следишь совсем за, так сказать, сценой. Ну, я следил, естественно, турниры стримил, но не в таком количестве, как мог бы. И я надеюсь, что вот на днях ремонт у меня полностью закончится. И уже через неделю я въеду в свою новую комнату с новым компом, где все будет очень круто и красиво. Сейчас меняется. Блин, Люцифер, ты мне так нравишься, конечно, вот своими интересными фразами. Да, вот хорошо, будь на связи. Дикая жара, могу врубиться ночью. Тут тоже жарко, поверь мне, очень. На первом этаже офигенные кондиционеры, там очень прохватно, играть там очень комфортно. На всех европейских турнирах, кроме Home Story, всегда холодно, если это DreamHack или что-то еще. А вот на этом турнире идеально. Просто идеально. Кто следующий-то? Вообще, я чисто буду по очереди прыгать в каждую игру. Из первой во вторую, в третью, в четвертую. Ну, а пока... Захват! Кинь, репой, а лазер и файркейк разобрать хочу. Сейчас у меня нет времени этим заниматься, ты уж прости, если каждый будет просить, это будет слишком долго. Репой обычно появляются в открытом доступе, но стоит безам выпустить какой-нибудь патч. Например, там обновление какой-нибудь, какого-то языка в клиенте Старкрафта. И все, все репойы становятся недоступны. Спасибо, Blizzard. Это было очень ценное изменение, которое... Не позволяет новичкам совершенствоваться по репоям. То есть, даже если я хочу посмотреть на стриме какой-то репой и чему-то научиться, что-то разобрать, что-то осознать в этой жизни, я не могу этого сделать, потому что Blizzard запретили возможность доступа, запретили к просмотру репоев после выхода патчей. Зато, если вы читали новость на Гудгейме, грядет глобальное потепление... Нет, глобальное изменение ладера в Старкрафте, можете зайти на... ГГ, ссылка внизу, или в описании. И прочитать новость о том, какой же ладер нас ожидает в ближайшее время. Близзы, все-таки, наконец-то им потребовалось на это всего лишь... 20 лет. Они решили открыть ММР в Старкрафте спустя 20 лет. Я... не знаю, мне нужна икона Дэвида Кима. Есть у кого икона Дэвида Кима? Я в восторге, что это введут. Хотя мне все равно по общей сложности пофиг. Но просто у всех людей пропадет... Если эта система будет нормально работать, у многих пропадет вопрос, который постоянно мне задает в личку, буквально каждый день. Зерк, как перейти в следующую лигу? Выигрывать. Но теперь вы сможете знать, когда вы в нее попадете и что вам для этого нужно. Близзы и Кима Студио переслать. У тебя есть? Серьезно? Грин так. Что за упорный голос? Это мой микрофон. Точнее, не мой. В Германии дороги чуть ли не моют с мылом. Очень чисто и круто, это правда. Не знаю, как их моют, но то, что все... Улицы очень узкие. Еще и по периметру которых стоят парковочные машины. То есть вот места вообще нет. Вот едут ряд, да? Вот два ряда ездят, да? И вот стоят эти... парковка. И при этом улицы сами узкие. Дороги узкие. То есть вот я когда даже в такси ехал, у меня такое ощущение, что сейчас врежемся в любую секунду. Вот не дай бог там кто-то из-за машины выйдет, откроет дверь внезапно. То есть, ну, тесновато. По крайней мере в Крефилге. Не знаю, как в других городах, но улицы очень узкие. Ну, примерно как, наверное, в центре Москвы, когда эти старые домики, вот эти вот трехэтажки древние. Ну, в общем, Германии круто. Я сделаю обзорное видео небольшое по улице города в понедельник. Я только похожу, погуляю, поснимаю на камеру. Надеюсь, будет хорошая погода. Главное, чтобы она не испортилась. Но то, что здесь очень... Да, хрущевки я имею в виду. То, что здесь очень четко, ясно, понятно, красиво и интересно, это факт. Мне здесь безумно нравится. Я уже за два раза, когда сюда поехал, я уже реально вот в районе ориентируюсь. То есть, где-то я проезжал там на машине какой-то, ну, на такси, какой-то кафе или какой-то перекресток знакомый. То есть, я вот иду по улице, я уже знаю, куда идти. Я у себя в районе так не ориентируюсь временами, потому что не хожу в нем. Сколько будет жить StarCraft? В моем сердце. Всегда. А вообще не знаю. Пока жив StarCraft Корея, он жив во всем мире. Так, прыгаю в следующую игру. Такие узкие улицы не для России. Это да, у нас на широких-то улицах. Ну, у нас поток машин другой. Я вчера чуть не заблудился. Я еле нашел отель. Я искал его 20 минут. Ночью. В 2 часа ночи я еле его нашел. И даже видео записал. Прощальное. Типа, если вы смотрите это видео, там, из этой серии. Вы уже тоже вам, я думаю, понравится. Там, правда, хреново видно, но вы его увидите. Как тебе баланс в ПВЗ? Да вроде, более-менее. Что такое ММР? Это скрытый рейтинг, который показывает тебе, сколько тебе нужно втащить или слить, чтобы перейти в лигу выше-ниже. Если тейк тебе скажет, зергу, ко мне в команду, ты от нас уйдешь? Конечно, лол! Еще бы нет! Не, ну что значит уйдешь? Я же стримить все равно буду. Немецкого-то я не знаю. Тейк ТВ, Зерг ТВ. Мне нравится. Да. Определенно. Вход-то сразу нашел в отель. Ну, меня там помогли, как правило, но... Пользователь Скипер-123 активировал премиум на ваш канал. Хотя, остальные фразы, знаешь, не нужно знать язык в стране, если ты в нее едешь. Не нужно. Либо язык жестов, либо английский уровня третьего класса. Этого достаточно, чтобы ездить по всему миру. Поверь мне, я тебе говорю, это как человек с английским уровнем вайтеры. Хотя у него, конечно, вообще жесть временами, но слов он знает, конечно, больше меня. Зерг Тейк ТВ. Найс. Найс. Мне нравится. Определенно. Напомню, кстати, вся ваша поддержка, которая шла раньше на покупку билета, на поездку сюда-туда-сюда-туда, теперь она вся откладывается на, как вот здесь написано в бегущей строке, на видеокарту. Я хочу обновить свою видюху на новую, быструю, шуструю, мощную на GTX 1070. В Германии есть возможность купить ее с дешевле тысяч на 5, на 7, чем в России, потому что это Германия. Я думаю, что нет смысла упускать такой возможности, есть смысл купить ее прямо тут. Поэтому, если вдруг, вдруг если заходите задонатить, знайте, что это идет на мощнейшую видеокарту современности, которая вышла буквально пару недель назад. Видеокарта нового поколения. Локальный сервер, я сказал, это именно минус один. Так, Люцифер, мы с тобой как-нибудь попозже поговорим. В прошлый раз... Так это же на ком было, а не на видюху. Я собирал деньги на компьютер, на все комплектующие. Я же говорил, что видеокарту я менять пока не буду, так как нет возможности. А вот на видюху надо откладывать. Бассейн есть. Ням. Сколько стоит карта в долларах? Здесь она стоит 500 евро. На 6-7 тысячи, в России она дороже. Я уже посмотрел цены в некоторых магазинах. А еще, кстати, в Европе появились в продаже наушники, которых в России пока что нет. Вот эти, Razer Hammerhead. Ну, затычки зеленые, которые у прогеймеров есть. У них Razer решили выпустить лапшевидного вида наушники. Есть обычный провод, тонкий, да, круглый, как обычный, стандартный. А есть, когда лапша идет ровная. Они типа не путаются. Вот. И я хочу... Ну, у меня просто... Я что-то не могу во время ремонта свои капельки найти. Я просто не знаю, где они. А когда я тогда обзор записывал на Hammerhead, мне, в принципе, они понравились. И дизайн у них классный, и басики очень даже такие хорошие. И ни одного, скажем так, звукового бага я не услышал. Хотя я меломан вообще до костей. До трусов, я бы даже сказал. Жарко, ужасно. Панасутра поддержал ваш канал на сумму 38 рублей. Фыр-фыр. Фыр-фыр. Это тоже поддержка, между прочим. Басики. Не, я серьезно говорю. Я вот собираюсь себе купить Razer Hammerhead V2 с микрофоном. Ну, там, на мобильник, на звонки отвечать. Просто я свои капельки из-за ремонта найти не могу. У меня хорошие капельки. Я надеюсь, что я найду их все равно. От MP3-плеера, которые очень хорошо в ухо вставляются. Я вот надеюсь, что куплю их. Они в продаже появились здесь буквально пару дней назад. Я думаю, что за эту неделю надо их заказать. Потому что, ну, наушники, они всегда нужны. Какой у тебя был самый первый компьютер? Под стримом на Goodgame и в описании трансляции, в самом низу, есть конфигурация моего первого компа, второго, и скоро будет третьего. Самого мощного за мою всю жизнь. Говорят, что есть уже GTX 1080. Есть, но он дороже на 20 тысяч, а я не смогу, купив эту видеокарту и переплатив лишние деньги, просто физически, потому что я не играю подрочера и стримера, я не смогу реализовать всю ее мощь и потенциал. Вообще, это, в принципе, наверное, никто не сможет. Но я не вижу смысла переплачивать 20 тысяч рублей ради 10 фпс в GTA 5. Это надо быть вообще... Зачем такое покупать? Не, если есть деньги, гол. Купи капельки с микрофоном. Так, а не идут капельки с микрофоном? На проводе здесь есть микрофон. Зачепка. GTA 5 не очень требовательная игра. Что ты сейчас сказал? Что ты несешь? GTA 5 охереть, какая требовательная игра. На ней все тесты проводятся, современных видеокарт. GTA 5, я читал статью, самая процессорно-зависимая игра чуть ли не в мире. И графон там, может быть, конечно, и не... Может быть, там, конечно, и не кризис, но сам по себе, ну, там, детализация, как бы, ну... Ну, это разные игры. Короче, GTA 5 нетребовательная. Это нельзя... Нельзя говорить в одном предложении. GTA 5 и нетребовательная. У меня комп мой лагал, когда я стримил GTA 5. Я пришел... Мне пришлось настройки стрима понижать. Поэтому... Хочу новую видеокарту. Ну, если уж менять комп, то менять все. Смысл что-то оставлять старое. Так, 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 так. Скажи, это с читерами GTA 5, которые... Он строит хаос на внутрех, вот реализация те ведюхи. Да. This is Home Story Cup. Really? Thank you. Thank you. This is Home Story Cup. Ведьмак требовательнее. Ну, мы сейчас не говорим о том, что требовательнее. Мы говорим о том, что на GTA 5 все тесты проводятся. Не только на GTA 5, но и на Ведьмаке и так далее. Говорят, зеркал, у меня 580, и она на 30 фпс шла с нормальными настройками графона. 30 фпс? Это вот когда... Это когда вот так вот все двигается, да? Нет, спасибо. Живу в Германии, очень приятно смотреть стрим по-русски. Приезжай, пожму тебе руку. GTA 5 не требовательное, если не выкручивать на максимум графон. Чувак. У меня 780 ведюха. 3770К, разогнанный процессор до 4 ГГц. У меня со стримом GTA 5 лагало как проститутка просто. Просто лагало. Ужасно. Мне пришлось настройки в игре уменьшать. DirectX 9 включать. И еще настройки стрима понижать, чтобы было комфортно играть. Потому что запуск стрима это... X2 производительность компьютера твоего сразу. Ну, в общем, в любом случае видеокарты менять я просто вам сказал. Вот я просто сказал, что я хочу новую видеокарту. И все, началось. GTA 5, нетребовательная игра. И так далее. Консольный FPS, чувак. Ладно, на самом деле это стрим не о железе. Это стрим о турнире. Но мы ждем начало игры следующей. Я сейчас показываю вам как раз меню. Мана будет играть против Daisha. Вот это будет интересная игра. Я очень хочу посмотреть ее. Я бы тут, наверное, запилил ставочку на Ману. И, кстати, если я сейчас успею... Залогинись на сайте своего партнера. Пароль, как всегда, неправильный. Чего еще неправильное? Китр 02 поддержал ваш канал на сумму 320 рублей. О, я залогиню вас. Поздравляю с приездом в Германию. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Джонни, это механическая клавиатура. Механическая, ты понимаешь? Мембранные клавиатуры только... Только. Она механическая. Калири поддержал ваш канал на сумму 200 рублей. Привет, Зерк. 1070 отличная карта и хороший выбор. Вот немного на нее. Спасибо. Спасибо, Калири. Кстати, я напомню, что я буду в течение ближайших дней разыгрывать премиум ключи от своего стрима. Много ключей. Очень много ключей. Бесплатно, естественно. Напомню, что ключ премиум вы перманентно получаете за донат от 100 рублей. По кнопке вот здесь слева. Если... Если, если, если... Ну, да. И буду разыгрывать 5 билетов на стримфест в Москве. Это событие для стримеров. Streamfest.ru. Ссылка есть у бота в чате на Goodgame. Вот здесь. Буду разыгрывать 5 билетов на стримфест. Каждый стоит 1500 рублей. Сам я себе уже его купил. И вам советую. Можно подивяй, соединить два компа. Один будет стримить, а на другом будешь играть ты. Да. А ты мне купишь второй компьютер? Угу. Вопросик. Если у меня дополнение ход, с WSK2 я не могу поиграть в мультиплеер и покупать новое дополнение. Покупаешь Legacy, и оно является как отдельная игра. То есть Legacy... Сейчас все каждое... Каждое дополнение, Вол, Ходс и Legacy, это отдельные игры. Покупил, играешь. Купил, играешь. А ты можешь нажать в WSD по полсилы? Ну, наверное. Странный вопрос. Рэп-переключатель также. Точно рокот, гол или про, скажи мне. Да. У меня бук старенький, i7-2, Ведьмак-2. Два кадра в секунду включил, удалил, GTA V просто норма оптимизирована. Ну, на ноутбуке... Даже на самом дорогом ноутбуке, даже за 300 тысяч рублей, какого бойлера, стримить невозможно. Картинка ужасно неприятная, FPS прыгает, в замесах лагает. В старкафте. Ну, старкафт плохо, оптимизированная игра. А вот проходить игры без стрима на нем можно вполне нормально. Ты на 10-й винде? Да, я сейчас на 10-ке, здесь везде 10-й Windows. Мне он жутко не нравится. Вчера я 4 часа его настраивал. У меня дома 7-ка. Купи ноутбук, поддерживающий... Поддержанный за 2000. Нетбук за 2000. И что мне с него делать? Прости, стримить? Мне ноутбук не нужен. Я домашнее существо, я сижу дома. Стримлю дома. Зачем мне ноутбук? Мне ноутбук-то нужен два раза в год, если я выезжаю куда-то в Европу. Сейчас игра начинается, ребят. Мы ждем. Мы ждем. Почему-то музыки никакой нет. Ставка, ставка. Сейчас. Зеркало, чавот. Что такое? Что? Что за тело там ходит? Немец какой-то. Ну, здесь у Тейкса, кто не в курсе, огромный дом. Со вторым этажом, подвалом. В подвале про геймера все сидят. Ну, экскурсию я вам, естественно, еще раз проведу. На стриме покажу, на ютубе покажу. У него большая команда людей, которые работают на него. Кто-то помогает ему бесплатно, соответственно, большая часть. И персонал у него здесь просто мега огромный. То есть, есть чувак, который занимается интернетом. Кстати, я вам немножко заспойлерю. Мне сделали специально в той комнате, в которой я стримлю, отдельную розетку с отдельным проводом под мой интернет. То есть, вот на моем интернете вот здесь никого нет. Представляете? Я готов Тейксу на ноги целовать. Отдельная комната, отдельный комп, отдельный интернет. Карл, ну, мне кажется, это уровень. Сколько тебе заплатили, что ты стримил. На турнирах комментаторам платят только всяким супераналитикам, типа Аполло, Тодо, которые, короче, комментируют ВЦС. Остальным стримерам не платят. Изгой какой-то, да нет. Норм. Я именно, я хотел даже меньшего, просто вот. То, что сделал Тейк, это божественно. Тя просто отделяют от остальных. Зато здесь тихо, уютно, комфортно, и я могу здесь делать, что хочу. Дверь еще и закрывается при этом. В моем распоряжении два стола, два монитора, четыре кресла и кое-что там. Вы об этом пока не знаете. Вместо второго компа можешь купить поддержанный ноут и к нему на Авито за 15-20к стримить. С него зачем второй комп за 100к? Чувак, чтобы стримить, нужен компьютер не за 20к. Это я тебя так, псс, удивлю. Я стримлю в Full HD в 60 фпс. Для этого нужен мощный комп. Как минимум, i7 второго-третьего поколения. Это не стоит 20 тысяч, потому что 20 тысяч только процессор стоит. Да-да-да. Нет, стримить ты можешь и на Core 2 Duo. Но какое будет качество твоего стрима и будет ли тебе комфортно играть, ты, я думаю, и сам ответишь на этот вопрос. Не скажу, что там, но вам понравится. В принципе, тот, кто посмотрит обзор на хоум-сторе, на предыдущий, он поймет, где я нахожусь сейчас. Да, с первого раза поймет. Ну, проще вам дождаться нового видео. Ладно, давайте о железе, наверное, попозже. Ой, ну, здесь классно просто. Я кайфую. Это реально... То, что хочет каждый... Комментатор. Жарко, просто песец. Если бы еще есть был Кандеи, то я бы Тейксону еще бы, наверное, заплатил бы сверху за эти удобства. Так, ставка. Я не успел сделать ставку. Печалька. Задавайте пока вопросы. Если это не связано с показом происходящего, в принципе, любые. Любой комп высшей третьего поколения с легкостью можно стримить, конечно же, не пускать игры. Да, да, да. Ну, если бы все было так просто. Рад, что у тебя получилось. Я тоже очень рад. Спасибо, Дизель, большое. Я безгранично рад вообще всему, что со мной происходит. Я чувствую... Как говорил Пила в своем... В одной из частей фильма. Я чувствую себя живым. Реально. Я чувствую себя живым. Сори, конечно, за говно микрофон, но завтра будет хороший. Приедет мой студийник. Я сегодня отправил курьера к себе домой. Он забрал мой студийный микрофон. Привез его Чудили. Чудили. Герд передаст Чудили. Уже передал видеокамеру. Тут суперкрутую, очень дорогую. С мега нереальной плавностью картинки. И... Чудило все это добро привезет. И мы будем снимать, фоткать. Делать интервью и так далее. Чем контрить маслингов, бейнов с ЗВП. Абсолютно всем, кроме ЗИОТов. Вот просто всем. Архоны, Имморталы, Колоссы, ЗИОТы, Адепты, Сталкеры, Сентри. Протос от расы, которая должна вообще практически всех юнитов строить. И в определенное время каждого по определенным способам применять. Ну, Зергей в два клика, естественно, ты знаешь. Не мог привезти. Да изи. Я видел, как ты встыковал на конверт. Я рад. В шестой раз подряд скажи, что там есть на продажу для любителей Зергей? Я не нашел, кстати, пока магазина, который специализируется на... Ну, какой-то атрибутике Старкрафта геймерской. Но здесь есть геймерские магазины, какой-то вот геймшоп недалеко есть. Надо погулять, посмотреть. Если что-то найду, я расскажу. Два матча сейчас будет. Мана против Дайши, мы ждем начала этого матча. У меня уже сушняк, потому что я очень много говорю. Батонами. Чем контрить большую кучу излучателей и пустоты, играя за ТОСов в ХОП? Чувак, ты играешь протасом и спрашиваешь, чем контрить юнита протасом? Грелки контрятся грелками. Но еще есть как бы заповедь, что это возможно сделать сталкерами-архонами, штормами. Это возможно. Но... Ты должен дождаться, когда у тебя штормов, архонов и грелок будет очень дофига. Ну, лимита под 150. Я останусь здесь в понедельник на весь день. Ну, я смогу походить, что-то поделать, погулять, посмотреть, зайти в магазины. Все четыре дня я буду заниматься контентом и стримом. Видео, фото. Так, надо... Надо кое-куда зайти. Так, 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 так. Так. Так, 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 так. Так, группа. Че так долго игры начинаются? Там какая-то заминка. Ну, это начало турнира. В первый день, когда он только начинается, могут быть какие-то запарки. Все будет хорошо. Как раз у меня есть возможность ответить на миллион ваших вопросов. Извиняюсь, конечно, что долго, но я не могу ничего сделать, ребят. Это турнир. Он только начался. То есть первая игра началась сразу, а вот потом началась какая-то... Какая-то штука. Главное же это общение. Нет общения, нет ничего. Так. Ой, как пекло, пекло, пекло. Надо сбегать за холодной водичкой. Сейчас я в соседнюю комнату зайду, заберу из холодильника. Момент. Трешка. Пекло. 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 Птички поют! Вот оно, счастье! Итак, дорогие друзья! Мои достопочтенные зрители! Сейчас!